Всем привет, друзья! Сегодняшний ролик будет очень полезен шахматистам любого уровня, потому что он научит вас правильно играть в сложных эншпилях. И мы будем это делать, учиться этому на примере партии Яна Непомнящего из турнира претендентов, который сейчас идет в Торонто. Ян идет на первом месте сейчас, делит его с двумя другими шахматистами. И вот эта партия очень важная была в 11 туре. Ян играл черными. Интереснейший эншпиль, я вам сейчас все покажу, объясню. Прошу вас следить в первую очередь в эншпиле за положением белого и черного короля, потому что этот ролик будет в первую очередь про королей и про важность того, как их размещать и передвигать в эншпилях. Ну что, поехали! Белыми с Яном играет Видит Гуджираси, шахматист из Индии. И разыграна русская партия, любимый дебют Яна. Мы не будем останавливаться на дебютных каких-то перипетиях. Ну, Видит решил удивить немножечко Яна, сыграл странную немножко систему, сдвоил свои пешки. Но ничего страшного, позиция примерно равная. Ян отреагировал довольно быстро, перевес по времени Видит не получил, наоборот, Видит уже задумался. Ну и здесь черные отводят слона, потому что, ну, белые на него и так нападут с темпом рано или поздно. Отводят слона заодно, чтобы давить на этого коня и не дать белым пойти Д5, пешку задвинуть. Белые начинают задвигать здесь пешку. Ну, это типичный прием, когда у тебя есть открытая линия, полуоткрытая линия для ладии. Ее вскрыть хорошо бы, чтобы сделать ее открытой. Черные рокируются спокойно, белые маневрируют конем и захватывают больше пространства в центре. Ну, в перспективе тут есть разные идеи. А5, С5, может быть, Д5 в некоторых вариантах захватить больше пространства. Черные, в свою очередь, активируют ладью. Неприятный, может быть, рентген на короля с ладьей. А4 прогоняют слона с этой позиции и укрепляют центр. Ну, пока ничего сверх, естественно, не происходит. Позиция примерно равная. Даже Ян немножко переиграл Видит и получил легкий перевес. За счет того, что давят эти два слона очень красиво на белые пешки. И вот эта пешка еще слабая. Ну, и пока король в центре. Непонятно, что с ним делать. Рокироваться или не уводить его из центра. Черные пытаются взорвать белый центр. С5. Теперь уже грозит взятие этой пешки. Но белые игнорируют эту угрозу, потому что если взять, взять и взять, то будет ход слон Е4. И проблемы с черной ладьей. Ну, тут есть ход Д5 перекрытия, но пешку приходится отдавать. Но это не лучший вариант для черных. Я на него не пошел. Вместо этого он вывел своего коня. Теперь уже ладья, если что, может выйти, если на нее нападут. Ну, и дополнительно нападение на эту пешку. Но белый ходит Д5. И, казалось бы, это вилка. Нападение сразу на слона и на коня. Но не выигрывается фигура, потому что у черных есть сильный ход конь Е5. Нападение на фигуру соперника. Хорошее правило, которое вам поможет в ваших партиях. Если на вашу фигуру напали, не обязательно ее отводить. Можно подумать, как напасть на фигуру соперника. Контраатаковать. Это, на самом деле, зачастую оказывается сильнейшим ходом. Итак, слон жертвует себя на H7. Это называется Desperado. То есть, ход, когда ты и так, твоя фигура погибнет. Но она отдает себя за какую-то там фигуру или пешку соперника. Чтобы с собой забрать хоть какой-то материал. И черные, когда забирают, белые уже забирают, в свою очередь, слона. И получается материальное равенство. Пешки немножко странные здесь. У белых вот эта пешка слабая. Вот эти две пешки слабые. Но, с другой стороны, у черных пешки тоже не супер. И у белых более активная позиция за счет того, что тут ладья активирована. Соответственно, белые не уводят короля в угол. Вот здесь мы начинаем следить уже за королями. Король Е2. Почему белые не делают рокировку? Рокировка тоже, казалось бы, ход более-менее нормальный. Но здесь нельзя было бы это сделать, потому что пешка забирается. Потому что ладья ее защищает. Но, в целом, почему белые там не защитили эту пешку, например, вот так, и не сделали потом рокировку? Потому что в Эншпиле зачастую короля лучше держать в центре. В центре событий. Если это не ферзь в Эншпиле, где ферзь может там замотывать короля. Как правило, король в центре, это хорошо в Эншпиле. Главное, чтобы не было никаких на него атак. То есть, все-таки безопасность короля важна даже в Эншпиле. Не нужно его вести в какую-то рубилово. Но здесь в центре рубилова нет. Эти линии не вскрыты. Поэтому король Е2 отличный ход. Король на подхвате. Он пока не обязательно бежит с шашками наголо сражаться. Но, может быть, побежит. Вот посмотрим. Пока король черных стоит здесь подальше от центра событий. Король белых стоит наедва поближе к центру событий. Но это все будет меняться. Ладья выводится вторая у черных. Здесь надвигаются пешки. Белые здесь утверждают, что, может быть, король черных не совсем комфортно здесь стоит. Потому что, когда король стоит напротив ладьи, это может закончиться не очень хорошо. То есть, опять-таки, я говорил про то, что король может идти в центр событий, но не когда там рубилово. А здесь может начаться в некоторых вариантах рубилово. Белые, во всяком случае, это пытаются сделать. Ж6 черные укрепляются. И отводят слона, когда на него нападают. Белые на другом фланге. Двигают пешку. Как таран ее используют, чтобы разбить вот эту пешечную цепь черных. Арон Немцович, такой легендарный шахматист начала 20 века. Он теоретик шахмат. Очень уважаемый его книгу «Моя система». Рекомендую всем. Там многие вещи, конечно, устарели. Но принципы позиционного мышления про блокаду, про пешечные цепи, они остались актуальными и сегодня. И вот Немцович говорит, что если пешечная цепь у соперника, нужно ее мочить. Нужно ее разбивать. И вот это делает, видит классический образованный шахматист. Да, пешку он отдал, но теперь у черных вот эти вот пешки абсолютно уродливые. Эта пешка тоже отсталая, слабая. Никто ее не защищает. Эта пешка отсталая. Это тоже пешечный островок так называемый. Никто не защищает эту пешку. Другие пешки. Вот, соответственно, пешку отдали белые. Но вполне большая у них компенсация. Ладья еще может влезть. Собственно, она это и делает. Ну, тут черные защищаются. Меняют по ладье. И активизируют другую ладью. Теперь будут давить на эту слабую пешку. На слабости соперника надо давить. Это принцип, в принципе, не только в Эншпиле, но в Эншпиле в том числе. Это даже важнее, наверное, в Эншпиле, чем в других стадиях игры. Здесь черные могли бы забрать эту пешку. Но тогда бы белые забрали эту пешку. И они избавились от своей слабой пешки, сдвоенной на С3. Забрали здесь довольно важную центральную пешку. Теперь ладья очень активны. Это было бы не очень хорошо. Поэтому белые вместо этого защищают свою пешку на Д6. Да, немножко пассивно выглядит, но что поделать. Конь Ж4. Конь активизируется в перспективе. Он может прыгнуть сюда, если этот конь уйдет от защиты этого поля. Ну, в общем, ход очень здравый. Ладья активизируется тоже. Ну, ладью всегда стоит выводить на открытую или полуоткрытую линию. Принцип такой тоже всегда работающий. И вот она уводится с шахом. Король отходит. Король начинает сейчас свои перемещения. Следите за королями. Напоминаю, всю эту партию нужно следить за королями. А зачем еще нужно следить? Естественно, за тем, как закончится турнир претендентов. Кто его сможет выиграть? Я болею, надеюсь, на Яна, не помню чего. Но сейчас у него два конкурента. С ним делят первое место. Это Гукеш, 17-летний индиец, супер талантливый. Я недавно посмотрел ролик 6 лет назад. 11-летний Гукеш дает интервью. Его спрашивают, кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Он говорит, я хочу стать самым молодым чемпионом мира. Ну, вот у него есть сейчас реальные шансы. Вот и Хикару Накамура тоже делит первое место. Поэтому очень много, конечно, интриги. Кто же все-таки выиграет? Это делает еще более интересным просмотр этого турнира. Если вы хотите еще более интересным его сделать, еще больше азарта добавить, то можете воспользоваться возможностью, которая описана в моем телеграм-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. Переходите и пользуйтесь. А мы продолжаем смотреть этот эншпиль. Е5. Черный здесь, ну, они думали, что им делать. Потому что висит эта пешка. Два раза на нее напали ладья и слон. Только одна защита. Защищать ее, ну, можно ладью отвести назад, ладья B6. Но это будет ладья пассивная более. Здесь она активнее. Поэтому черные решают. Мы Е5 надвинем. Но у этого хода есть свой минус. Например, что теперь это поле слабое. Так пешка это его защищала. А теперь на это поле может стать какая-то белая фигура. Может быть конь в перспективе. Может быть король даже. И влезть потом. Что я вам покажу. Может быть там ладья. Ну, в общем, черные никогда не прорвутся. И это проблема. Поэтому любое надвижение пешки на самом деле это какое-то ослабление. Да, ты с одной стороны захватываешь пространство. Получаешь контроль над полями в неприятельском лагере. Но ты ослабляешь какие-то поля в своем лагере. Поэтому нужно всегда думать. Это так называемый трейд-офф. Как сейчас говорят. Е5. Окей. Защитили пешку. Выиграли еще темп. Слон отошел. Что дальше? Конь B6. Пытается давить на слабости Ян соперника. Но этот конь, помните, он защищал поле F6 важное. И теперь конь впрыгивает сюда. С шахом еще. Король отходит. Почему, кстати, король не отошел сюда, чтобы не быть ближе к центру? Ну, потому что конь Е8 шах. Это была бы вилка. И пешка на D6 все-таки бы пала. Поэтому король H8. Но король забился в уголок. Король должен забиваться в уголок при ферзях. В миттельшпиле, когда его могут замотовать. Тогда, да, лучше забиться в угол, чтобы тебя не заатаковали. А здесь, ну, понятно, что этот ход был сделан, чтобы не потерять эту пешку. Но здесь это даже не самое безопасное место для короля. Потому что эта линия может скрыться. И тогда будет сильная атака на него. Даже в миттельшпиле можно получить мат. Что сейчас мы посмотрим. Король Е4. Король активизируется. Идет в самый центр. Не боится. В перспективе может ворваться сюда, если этот конь уйдет. Да, со стражи поля D5. Король в центре здесь идеально стоит. Никто ему не угрожает. В отличие от короля черных, здесь никаких матовых угроз для белого короля быть не может. Очень сильный ход. Централизация короля. В перспективе король может еще сюда прийти, через F5. Если H5 будет. И это поле теперь уже не будет контролироваться. Вот. Тоже эта тема всплывет чуть позже. А4. Ян пытается надвигать свою проходную пешку. Даже две проходных пешки у него сдвоенных. Да, они выглядят неуклюже, но это его козырь в позициях. Когда у тебя позиция чуть хуже. А тут очевидно, что у черных похуже позиция. Король очень пассивный. Слон очень пассивный. Пешки все какие-то недоразвитые. То нужно пытаться навязывать какую-то свою контр-игру. Это тоже важнейший принцип, которым надо пользоваться. На любой стадии, в том числе и в эндшпиле. Иначе вас просто задавят, задушат, уничтожат. Не нужно ждать, пока соперник реализует свой перевес. Нужно, даже иногда стоит пожертвовать материал, чтобы получить контр-игру. Если у вас хуже, пытайтесь, пытайтесь. Прям необходимо в первую очередь навязывать контр-игру. Кстати, почему черные не съели здесь эту пешку? Потому что здесь король бы вошел на D5. Опять-таки конь же этот поле контролировал. Король бы вошел на D5. С нападением на коня. Ну, конь там отходит куда-то или берет слона. Не важно. И дальше король идет вот сюда, сюда. И это будет очень болезненный исход для черных. Потому что король поможет своим пешкам. Тут съест эту пешку, например. Надвинут они. Ну и там либо заматуют черных, либо ферзя проведут. Поэтому это была бы фатальная ошибка. Не нужно есть пешки, когда тебе нужно создавать контр-игру, когда у тебя все плохо. Нужно наоборот, может быть, отдать свою пешку. Но получить контр-игру. И вот Ян двигает вперед свою пешку, чтобы отвлечь эту ладью с этой активной линии. Соответственно, ладья отвлекается. Теперь ладья стоит на страже, чтобы пешка не надвинулась дальше. Ладья B3. Но здесь соперники уже играют не идеально точно. Потому что тоже фактор времени. У Яна 17 минут, у Види-то около 9 минут. И нужно еще сделать 7 ходов до того, как им добавят время на часах. Поэтому здесь поторопился Ян. Были ходы лучше. В том числе король G7 как раз активизировать короля. Потому что король должен принимать участие в игре. Вообще, знаете вот эту классификацию, что конь стоит 3 пешки, слон стоит тоже примерно 3 пешки. Ну, Фишер говорил, что где-то 3. И 3.25, по-моему, к современной движке с ним согласны. То есть слон чуть-чуть больше стоит коня. Но примерно по 3. Ладья около 5 стоит пешек. Ферзь там 10 или 9 в разных классификациях. Так вот, король в Эншпиле тоже оценивается. Его ценность тоже квантифицирована. Около 4-4.5 пешек стоит король в Эншпиле. Потому что он может ходить в любую сторону. Да, у него там возможных ходов в каждой позиции много разных. Ну, я сейчас показал все клетки. Понятно, там некоторые из них битые, но тем не менее. И он очень даже неплохо может справляться со своими задачами. Как не просто какого-то пуси боя, который стоит в сторонке. Вот как и этот король сейчас. А как такого короля Альфа Ча, который сам ведет свою армию в бой. Итак, ладья Б3. Не самый точный ход. Нужно было вводить короля в бой. Король Д3 тоже не точный ход. Здесь видит, упускает, на самом деле, практически выигрывающую возможность. Вот здесь как раз H5 очень сильный был ход. Если черные берут, забирают эту пешку, то король получает доступ к этому полю и может ворваться. Король F5. И неприятно, потому что король может прийти сюда, во-первых. Во-вторых, ну там на какой-нибудь абстрактный ход ладья Б2 есть ход ладья H1. Понятно, что ладья Б2 это там ход на месте, но тем не менее. И здесь уже мат грозит. Ну, например, там ладья стоит на месте. Шах. Единственный ход королю на G7. И ладья H7 мат. Конь защищает ладью. И полей у короля нет. То есть можно получить мат в Эншпиле таким образом. Вот. Поэтому H5 очень сильный ход был бы. Видит, его не нашел, к счастью для Яна. Здесь сильнейшее продолжение было бы. Ладья Б2, компьютер показывает. Это если что не я придумал. Вот. Но, наверное, если бы я подумал, я бы методом исключения бы так пошел. Потому что другие ходы совсем грустно выглядят. И здесь белый забирает эту пешку. И ладья забирает шахом эту пешку. Но король все равно вторгается. И компьютер пишет, что это примерно равенство. Но, конечно, не очень приятно играть черными. Грозит опять вот этот вот шах. И мат на G7. Ну, то есть, например, ход на месте. Если, то шах сюда мат. Было бы очень обидно. Поэтому нужно защищаться. Единственный ход это перекрыться ладьей. Здесь ладья H4. Но здесь есть сильный ход. Конь Е8. Король может потом прыгнуть сюда. Здесь можно будет попробовать выиграть слона или провести ферзя. Короче, интересная позиция. Ну, у белых. Компьютер пишет, что примерно равное. Но все-таки у белых перевес. Вот. H5 был хороший момент для белых. Использовать разницу в качестве своих королей. Своего короля и короля черных. Но белые отошли назад королем. Ну, тут опять-таки король тоже выполняет важную роль. Защищает свои пешки. Но можно было не заниматься этим. Как показывает комп. Ну, не было времени увидеть. Вот. А3. Ян продолжает двигать всю пешку. Контр-игра. Вот это вот все. Слон нападает на нее. И здесь Ян немножко просчитывается. Он ходит А5. И компьютер просто кричит, что ужасный зевок. Но это не сказать, что зевок. Просто не самый оптимальный ход. Ян немножко неправильно посчитал. Тоже в отсутствии большого объема времени на расчеты. Неправильно просчитал вариант. Но видит тоже неправильно посчитал. Видит здесь побил. И на ход Д5, который, собственно, Ян, видимо, и планировал изначально. Видит. Пошел король С2. Назад отошел королем. Вместо того, чтобы выиграть эту партию следующим образом. Ну, давайте сначала про идею хода Д5. Опять она про использование положения королей. Видите, этот король стоит здесь в центре. Да, он активно защищает от всего. Но он попадает под шахи. И если мы берем пешкой, то черный выиграют. Черные дают вот этот шах королю. И внезапно слон скрывается. И когда король уходит, ну, предположим, сюда, то мы забираем слона, и у нас лишняя фигура и выигрышная позиция. Либо еще можно даже красивее сделать. Можно съесть слона ладьёй сначала. Если белый забирают, то тоже шах. И забирают ладью. И слон лишний, ну, выигрышный эншпиль. Но и видит, и Ян просчитались, что не обязательно бить пешкой. Ну, видит, в итоге отошел королем просто от греха подальше. Как раз таки, чтобы Ян не смог использовать положение его короля. Но можно было взять конем, оказывается. И на удивление, вот мы берем, берем, то же самое делаем. Там забираем ладью, даем шах, забираем ладью. И да, мы с лишним слоном, но у белых выиграно. За счет чего? За счет положения короля суперактивного, который поддерживает пешки. Он ходит сюда. И дальше, ну, тут, например, идет король, король черных. Дальше С4. Да, и идут эти пешки, взявшись за руки вместе с королем, и ничего не поделать. Тут придется слона отдавать за одну из них, ну, и толкать свою пешку. Но эта пешка раньше придет. Ну, вот вариант, например, там показывают черные... Компьютер показывает, что Е4 сильнейший ход. Ну, тут С5, король идет, Д6, А4, чтобы отвлечь короля сюда. Но белые еще А5 ходят. Ух, как красиво. Так называемые штаны. Пешки вот это и вот это. Образуют своего рода штаны. И одна из них отвлекает короля, и другая проходит. Вот. Очень красиво. Но это не посчитали обе стороны. Не осознали, что за счет такого активного короля белых, близко расположенного к театру всех этих действий, и за счет пассивного короля черных, у белых было бы здесь выиграно, несмотря даже на то, что они теряют слона. Вот. К счастью для Яна, видит отошел королем. И позиция равна здесь. Черные забирают пешку. В результате этой тактической операции теперь у черных сдвоенной пешки, а не у белых на линии С. Ну, позиция все еще. Король не очень стоит, конечно. Конь классно стоит этот. Этот слон пассивно стоит. Но он защищает эту пешку с другой стороны. Этот слон тоже не ахти какой. Позиция, в принципе, примерно равная. Эта пешка проходная, но она здесь вряд ли пройдет. Здесь ее заплакировали надежно. Вот. Что же дальше? Самый логичный исход здесь ничья, конечно. Но соперники оба хотят играть дальше. Конь Е4 нападает на пешку С5. Теперь два нападения на нее и всего одна защита. Поэтому Ян правильно защищает ее ладьей дополнительно. Ладья вводится в бой. Очень важно в эндшпилях активность фигур. Даже можно пожертвовать пешку. Но если у тебя ладья стоит вот здесь, ладья стоит пассивно, да, упирается в своего этого гаврика. Можно отдать даже пешку в каких-то вариантах, но активизировать фигуру ладью. И тогда это даст реальные шансы на перевесы или даже на выигрыш. Если ладья влезет вот сюда, на Д8, ну это будет очень нехорошо для черных. Поэтому черные что делают? Правильно препятствуют этому. Слон закрывает это поле. Теперь все поля для вот этой инфильтрации, интервенции, они контролируются. Конь контролирует поле Д7. Слон контролирует поле Д8. Поле Д6 тоже контролирует. Конь контролирует поле Д5. То есть раз, два, три, четыре. Все контролируется. Это поле контролируется пешками. Это поле контролируется пешкой. Ладья вообще некуда ходить. То есть казалось бы, она вышла на открытую линию, но и стоит там дальше и ничего не делает. Ян молодец, препятствует всему. Так, ладья вышла теперь на Я1. Ну думает подавиться на эту пешку, потому что на той линии делать нечего. Окей, король пошел вперед. Наконец-то, наконец-то Ян непомнящий вспомнил правила, которым нас всех шахматистов, нас, я причисляю себя тоже к этому классу людей, хотя я всего лишь КМС, нас учили тренера в детстве. Активизируй короля, веди его в центр боевых действий. Что он тут делает вообще? Ну, сутулый какой-то. Нет, надо его вести вперед. Король идет вперед. Слон защищает эту пешку, чтобы его ладья не съела. Смотрите дальше за королями. Сейчас начинается самый экшен. Кончут, погорцевал, немножко поманеврировал. Ладья Б3. Ладья напала на слона. Да, белый нападает на пешку, но слон стоит больше, чем пешка, поэтому слон отходит. Конь Д5. Черный опять атакует пешку на С3. Видите, опять это правило, что белый напали на твою пешку. Ян не защищает свою пешку, а нападает на пешку соперника. Контратакует. Это правильно. Особенно конь в центре хорошо стоит. Дальше конь защищает свою пешку. Король пошел дальше. Продолжается марш-бросок короля. Слон защищает свою пешку. Пешка пошла теперь. Дополнительно еще можно пока ее надвинуть. Пока слон ушел отсюда, он контролировал это поле. Теперь можно пешечку подвигать. Ладья вернулась с тойла. Конь защитил свою пешку. Ну, пока она дальше не пройдет, но, тем не менее, неприятно выглядит. Слон напал опять на пешку. Ладья защитила. Конь отошел назад. Потенциально, чтобы давить на эту пешку. Ну, ничего. Ладья встала за своей проходной пешкой. Отличное правило для эндшпида. Тоже ладьи нужно ставить за свои проходные пешки. Идеальное положение для ладьи сзади своей пешки, чтобы она толкала ее вперед. А вот это положение не очень хорошее. Если вы играете с ладьей против проходной пешки, вам тоже свою ладью за. То есть, вот как-то вот сюда переместить, телепортировать. Если можно было бы поменять ладьи местами, белые были, очень рады были бы. Если бы ладья черных была здесь, а ладья белых была здесь. Ну, или здесь. Было бы просто идеально. Вот. Но Ян поставил ладью так, как надо. И здесь просто феноменальнейшая техника у Яна. Вот посмотрите, это просто искусство шахматное. Король отходит, чтобы помогать контролировать это поле. Король черных пошел вперед. Пошел. Он припомнил все эти вот годины страданий и унижений, когда он стоял на h8 здесь в углу забитый. Это такой, знаете, ученик в классе, которого булили, били, шпыняли в младших классах. А потом он вырос такого красавца, пошел на бокс в старших классах и отвесил люлей обидчиком своим. Король этот становится в стойкую защитную, чтобы заблокировать пешку. Ну, возможно, этот ход не суперплохой. Позиция все еще примерно, ну, чуть-чуть лучше у черных, но близкая к равенству. Но все-таки, помните, король стоял здесь у белых на e4 и мог прорваться там сюда, да? Мы говорили, когда здесь черных король стоял. А теперь он ушел назад, спрятався, и теперь просто держит эту пешку вот так вот, типа, не иди на меня. Вот. Не самая активная роль сейчас у этого короля. А король черных, гигачат, продолжает, продолжает вторгаться. Теперь он хочет пойти сюда, чтобы съесть эту пешку, возможно. Или, может быть, вторгнуться потом сюда. Белые не дают ему. Белые не хотят такого развития событий. Конь прыгает снова в центр. Отдает пешку Ян эту на a4. Но смотрите, смотрите на короля белых. Король белых отрезан абсолютно, потому что у него нет никаких ходов. Ладья его отрезает. Все, он пассивный, наблюдатель, такой король куколд. Извините меня за такое сравнение, но вот он будет смотреть, как сейчас надругаются над его соратниками. Значит, конь забирает еще одну пешку. Получается, Ян отдал две пешки на a4 и c4. Но что происходит? e4, прорыв в центре. Белые забирают. И король черных, гигачат, как я уже сказал, он врывается в позицию соперника. Да, у черных всего две пешки, у белых три. То есть материальный перевес на стороне белых. Но позиция черных супер доминирующая. Слон отходит. Король уже на d3 пришел. Видели этот марш-бросок, получается, с h8? Он пошел сюда, 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 сюда. Вот такая по диагонали, зигзагами так маневрирует. Слон напал на ладью. Тут важно, что Ян, не помнящий, не зевнул свою ладью, а дал шаг. Опять-таки, перед тем, как все это развернулось, я вам сказал, если на вашу фигуру напали, не обязательно отходить. Можно напасть на фигуру соперника. Вот, напали на короля, дали шаг. Король отошел, теперь уже ладья отошла. И напала заодно на этого коня. Король все еще отрезанный. Все еще нет у него никаких полей. Конь отошел назад, и это проигрывающий ход. Но уже даже в этой позиции сложно что-то посоветовать в виде ту. Да, ну, конь e5. Компьютер пишет, что не сразу проигрывал, но тоже. Позиция незавидная у черных. Король d2. Ну, и дальше там будут щемить короля белых. А конь отошел на b2. Ну, казалось бы, как-то понадежнее, поближе к своему корольку. Но король d2. Закончился марш этого короля. Король дошел до d2. Огромное путешествие он совершил. Пешая, как Ломоносов, который в МГУ пришел. Давайте сравним позицию. Это вот 60-й ход. А какая была позиция на 50-м? На 50-м ходу была вот такая позиция. Король стоял здесь. Этот стоял здесь. Вот даже до этого он стоял поближе к центру. Вот 50-й ход и вот 60-й ход. Зацените трансформацию. Просто один король стоял на месте, что-то тупил, а другой взял, проактивно начался вести. Взял дело в свои руки и пришел куда надо. И позиция абсолютно выигранная. У черных король нападает сейчас на ладью, поэтому ладья должна отойти. И после этого сильнейший ход c4. И опять использует положение короля. Я не помню еще. И теперь выясняется, что грозят всякие маты. Ну, например, на какой-нибудь абстрактный ход на месте. Ладья g1. Ладья b3. Это двойной шаг от слона и от ладьи. И мат, потому что у короля нет никаких полей. Конь замечательно контролирует их. Вот. Поэтому, ну, тут дал шаг. Видит, черные закрылись. Теперь, может быть, матой не будет. Но зато эта пешка в паре шагов от превращения. И некому ее остановить. Слон попытался это сделать. Но все равно c3. Здесь можно было бы попробовать пожертвовать. Видит, у материал, чтобы забрать эту пешку. Но ладья бы отошла с шагом, скрытым на короля. А король отходит. Ну, здесь пешку бы забрал Ян. Ну, это тайнышпиль абсолютно выигранный. Пешка эта потихонечку пройдет. Поэтому на этот вариант видит не пошел. Хотя он был сильнейшим. Видит, отошел ладьей. Ну, с надеждой, может быть, съесть этого слоника. Но Ян просто дал, опять-таки, вскрытый шаг королю соперника. Король отошел. И даже Ян здесь мог забрать, конечно, коня. Вот так. Но c2 намного сильнее. Никто не может остановить превращение этой пешки в ферзя. Король очень круто помогает, ограничивает. Например, если бы он был где-то вот здесь, король, да, где-то в углу стоял, то тогда бы конь d3 помешал бы этому превращению. Но король стоит здесь и контролирует все вот эти вот поля замечательным образом. И пешка следующим ходом превратится в ферзя. Ну, шаг, белые дали. Ну, ничего страшного. Король отошел, шаг. И король отошел сюда. И здесь видит, Гуджаси сдался. И Ян не помню еще и получил такое важное очко, которое позволило ему остаться в лидерах. Я надеюсь, что это был полезный ролик для вас. Напишите в комментариях, если вам понравилось, если вы хотите еще контент. Ну, и увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok